Смотрите какая огромная земля Вот я стою, только вот панораму показал вам, насколько же она огромная Вот я еду второй день уже, тысячу километров проехал И вот вижу, какая же земля огромная И она содержит в себе внутри, земля содержит в себе внутри много полезных вещей Ну например, драгоценные камни, золото, серебро, бриллианты, алмазы в смысле Рубины, сапфиры, ну и другие редкие и драгоценные вещи Но я думаю, уверен даже, что камней обыкновенных, песка и прочие ненужные вещи Гораздо больше, чем алмазы А? Согласитесь? Гораздо больше Несравнимо больше Вот так же и людей Людей, которые похожи на алмазы, на сапфиры, на рубины, на какие-нибудь аметисты, я не знаю Гораздо меньше, чем просто обыкновенных людей Обыкновенных людей вот такое множество, как вот деревья Сзади, за мной Как травы А вот таких, которые бы дело сделали необыкновенным образом Талантливых таких, вот ограненных, гораздо меньше Они есть, но их меньше И если вам повезло, и вы в организацию свой бизнес нашли такого рубина Или сапфира Вам повезло Потому что это редкие птицы Как они добываются Не знаю, загадка природы Они могут маскироваться под просто грязный камень Лежать на большой глубине Среди всякого разного ненужного хлама Дорога к ним бывает очень тяжелая А бывает на поверхности лежат И сразу сияют Всяко бывает Знаете, такая известная Есть такая история Сказская история О том, что фермер нашел орлиное яйцо Ну, в гнезде взял И подложил своему гусю Гусыни своей Та высижила Гуся И орленок вылупился вместе с гусятами Ну и за мамой гусыни Га-га-га Орленок Точно так же Греб Лапами Ходил по двору Гагал Ну, если не гагал То прислушался Как это делают его братья и сестры Короче, ни на что не претендовал Был как все До тех пор Пока в небе не услышал Клёк от орленок Услышал, увидел Похожих Подобных себе И что-то внутри проснулось Вдруг, неожиданно То, о чем он даже не подозревал Он и не знал Он и не догадывался Что он орел И он начал взлетать А не умеет же Побежал, как гусь Но потенциал был И желание было настолько сильным Что он Все-таки поднялся И превратился в орла В настоящего Вернулся в свое Истинное состояние Вот И Мы, когда занимаемся Поиском людей Весь бизнес сетевой Построен на том Да не только сетевой Любой бизнес построит Любая деятельность Связанная с людьми Построена на поиске Людей В политике В искусстве В спорте Везде Где только касается достижений Какого-то прорыва Каких-то результатов Везде ищут людей Ищут людей Талантливых пацанов Которые умеют Шайбу гонять Талантливых девочек Которые умеют На шпагат садиться И И там что-то делать Такое Чтобы их там В художественную гимнастику взять Мальчиков Которые поют в хоре Сначала в детском А потом Становятся великими певцами И так далее Ищут Алло Мы ищем таланты Начиная с советских времен И сейчас Когда Страны имеют таланты Везде поиск людей И конечно наш бизнес состоит в том Чтобы искать людей Кто этого не понимает Тот вообще ничего не понимает У того шансов мало на успех Наш бизнес Искать талантливых людей Предназначенных для того Чтобы делать этот бизнес Если вы найдете пару, тройку Четверку таких людей То все Вы состоялись Если у вас компания приличная Но это не означает Что вам нужно шурфы Бить И шахты строить И затрачивать кучу времени Для того Чтобы найти Где-то там В глубине Какой-то Золото Или бриллианты Нет Просто среди людей И эти орлы У них на лбу часто не написано Что Как правило Не написано Что они орлы Нет Бывает конечно Что попадается в организацию Человек Который уже сетевик Который уже опытный Который уже Побывал в разных компаниях Научился зарабатывать деньги Реально знает Как это делать И вдруг так сложилось Что он к вам пришел Вы нашли такого Да, бывает У него прямо на лбу написано Возможно Но часто Многие Прикидываются Что они такие На самом деле нет Фальшивый блеск А вот настоящие Алмазы Они часто Как камни Обычные Вот Известная книга Которую я всегда рекомендую Своим людям И тот кто ее не читал Тот просто ничего не знает О сетевом бизнесе Называется Ваш первый год В сетевом маркетинге Автор ее Марк Ярнов Он там описывает Известную историю О том Как он Он там Рассказывает О том Что нужно искать Среди Среди всех И ты никогда Не знаешь Кто будет Твоим Алмазом Он говорит Я подписал Одного парня Сорокалетнего Человека Который Оказался В затруднительном Финансовом положении У него было Два образования Одно Он значит Финансист Другой Или какой-то там Электрончик А другой Он дипломат Со знанием языков И с огромным количеством Связей по всему миру И вот я потирал руки Он и мотивированный В долгах И ищет дело Он значит Оказался у разбитого корыта Ищет какой-то бизнес И со связями И талантливый И то все И молодой И сорокалетний мужчина В соку Который вот-вот-вот И я потирал руки И он бурно начал И все А через несколько месяцев Свалил почему-то Никто не знает Почему Куда-то Смыло его Волна Так что Мы не знаем А в противовес Этой истории Продолжает дальше О том Что у него Была домработница Там женщина Которая далеко За 60 Которая многие годы Убирала у него В доме И он все Даже никогда Не рассматривал ее Как потенциального Кандидата В бизнес А потом Однажды Она его спросила Говорит А чем вот вы Я наблюдаю за вами Вы никуда не ходите На какую работу А Такие деньги у вас Так вы живете Чем вы занимаетесь Что за бизнес И вдруг Говорит Я понял Боже мой Так вот за человек Почему я до сих пор Не рассказал Кто я такой Чтобы Чтобы не искать Среди нее Алмаз Я ее посадил В свою домработницу Рассказал ей о бизнесе Она говорит А можно мне попробовать Ну конечно И я потерял домработницу Но через два года Я приобрел Она стала миллионером Я приобрел Огромную ветку В свой бизнес Там куда-то В Японию Что-то ушло У нее там Организация Быстро она построила Тетя Почти бабушка глухая Она вот тот самый Орленок Который среди гусей Бродила Не подозревал Что в ней Есть этот потенциал Я к чему Все это вам рассказываю Друзья мои Я вас Ободряю Алмазов Хоть и немного Но их навалом Для нас Достаточно Для того Чтобы построить Себе бизнес Два Три Но четыре Года Упорной работы И вы состоятельный человек Просто нужно делать Много работы Перебирать Перебирать Искать Это называется бизнес Искать Перебирать Делать правильные вещи Ну и последнее Что я хотел бы сказать Я подведу итог В земле много полезных ископаемых Но в сравнении с количеством песка Обыкновенных камней И всяких разных других вещей Которые Никакой реальной пользы Для людей не представляет Их мизерное количество Но они есть Некоторые спрятаны глубоко В глубине А некоторые лежат Прямо на поверхности Есть такие Есть такие Которые Которые Всем своим видом Показывают Что они Именно то что надо Они блестят А есть такие Которые В грязи В звездке Безо всякого блеска Запачканы Не огранены Никак И их трудно рассмотреть Но они там есть И когда мы правильно ведем себя И даем возможность Каждому человеку Попробовать себя в этом деле То он возможно Как тот орленок Вдруг начинает Слышать внутренний зов Он осознает Что это его предназначение Что все долгие годы Пока он тут Гагагал с гусями Он терял просто время Он даже не знал Что в нем заложен Такой потенциал Это может быть Пацан какой-нибудь Мальчик Или девочка Или бабушка Или дедушка Или взрослый человек Который всю жизнь Думал что он инженер Или врач Или еще что-нибудь В этом роде А на самом деле Он прирожденный сетевик Короче говоря Мы ничего не знаем И наша задача Искать Искать Делать предложение И человек сам Орленок Если бы ты его мотивировал Убеждал Уговаривал Заставлял Если бы он был не орленком Он бы не взлетел Он бы не взлетел Но на то он и орел Что внутри его есть Это орлиность Он взлетел сам Сначала неумело Трудно Тяжело Но он взлетел сам Поэтому никого не надо Никуда тянуть Тащить Может поддержать На первых порах Немного Каждый человек Делает себя сам Я бы совершал Большую ошибку Пытаясь Выволочить Выволочь Прямо поднять Человека Из его окружения Из этих вот Гусиного стада А он был гусем И он не собирался Но кстати говоря Гуси тоже Хорошие птицы Сразу делаю оговорку Я об этом еще скажу Но сразу сделаю оговорку Что Ну Есть люди Которые Замечательно Варят борщ Которые хорошо Стирают Которые хорошо Уколы ставят Или стоят Полицейскими На дороге Или Ну не знаю Плавают в море Моряками Учат хорошо детей Это их предназначение Поэтому не надо Расстраиваться Что не все Идут в сетевики Они хорошие люди С ними надо Дружить Ни в коем случае Не рвать Отношения А то мы тут Кровавых Трагедий Навыдумываем себе Но есть одна Вещь Которую я не могу Не сказать Для того Чтобы преуспеть Надо искать Интенсивно искать Много работать Напряженно Много работать Это действительно Но я вас уверяю Своими силами Быстро И успешно Построить организацию Полагаясь Только на себя На свои жалкие Человеческие силы Очень тяжело Можно Но очень трудно Поэтому надо Полагаться На На сверхъестественное Надо учиться Развивать в себе Потенциал Который в нас Скрыт Духовный потенциал Потому что Все оттуда Из духовной сферы Проистекает Надо Заниматься Самосовершенствованием Нужно Высвободить В себе То что в нас Бог заложил Но это уже тема Для другого разговора Я желаю вам удачи Ищите И найдете Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok